На очередном заседании регионального правительства Олег Ковалев уделил особое внимание Рязанским дорогам. Одним из наиболее опасных участков с точки зрения тяжести ДТП, по словам губернатора, является участок трассы М-5 от границы Московской области до Рязани. Еще 9 февраля этого года состоялось совещание под председательством руководителя Росавтодора Романа Старовойта, по итогам которого был подписан протокол и утверждены меры по повышению безопасности дорожного движения на этом участке. В числе этих мер установка светофоров на опасных перекрестках федеральных и региональных трасс. Руководство Росавтодора приняло решение об установке тросовых ограждений от границы Московской области до Рязани и по другим участкам, особо опасным участкам, где аварийность может быть высока. Дальше необходимо ускорить фото-видеофиксацию, которую мы заявили на этом совещании на федеральной трассе М-5. Но этого мало. Вблизи населенных пунктов, мы говорили, и в населенных пунктах необходимо построить тротуары, для того, чтобы пешеходы шли по тротуарам, а не по проезжей части федеральной автодороги. Да, понятно, финансировать федеральную трассу М-5 мы не имеем возможности, потому что это федеральный бюджет, и это компетенция федеральных органов власти. Но организовать и активно содействовать, чтобы протокол реализовывался как можно быстрее, это наша задача с вами. Как подчеркнул глава региона, принятые в рамках совещания решения выполняются медленно. Олег Ковалев заявил, что темпы работ его не устраивают. Нет оперативности в работе. Каждый погожий день должен использоваться. Там, где надо вырезать, вырезайте. Там, где надо делать ямочный ремонт, делайте ямочный ремонт. Чего вы ждете? Нет для вас выходных сегодня. И для всех подразделений, с которыми вы работаете, для дорожно-строительных компаний. Нет ни дня, ни ночи, ни выходных. Погода солнечная есть, без дождя. Все работают. Сейчас наиболее проблемные участки городских дорог ремонтируются в усиленном темпе. Кстати, в этом году на борьбу с ямами дорожники выступили с новыми технологиями – устройством для инфракрасного нагрева асфальта. Вы видите использование инфракрасного беспламенного разогревателя швов. Он помогает нам во влажную погоду высушивать основание и прогревать основание. Помогает подготавливать перед укладкой покрытие. Если основание, на которое укладывается покрытие асфальтобетонное, имеет температуру 80 градусов, 60-80 градусов, то сцепление этих двух покрытий и основания очень сильное. И несущая способность многократно повышается. Процесс инфракрасного ремонта позволяет проводить ремонтные работы, не оставляя швов. Это экономит и финансы, и время. Устройство подогревает существующий асфальт на участке ремонта и вокруг него без обжига. Результатами инфракрасной обработки является надежный ремонт, в ходе которого регенерируется существующий асфальт. Учитывая стоимость асфальта и затраты на утилизацию старого полотна, данный вариант становится все более и более привлекательным альтернативным способом действия. Один такой агрегат стоит около 650 тысяч рублей на сегодняшний день. В арсенале городских служб ремонту дорог имеется три таких аппарата. В дальнейшем планируется закупить еще несколько устройств.